Всем привет! Вы смотрите канал, мошенники звонят по телефону. Наливайте чайку, кофейку, ближайшие несколько минут пройдут просто великолепно. Но перед началом разговора, пиши комментарий, ставь лайк, подписывайся на канал и бей в колокол! Все это нужно для того, дорогой мой друг, чтобы как можно больше людей увидели этот ролик и не попадались на мошенников. Приятного просмотра! Алло! 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 Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Дмитрий беспокоит вас, очень приятно. Я вам с компанией Крис Капитал звоню, если что. Знаю, что вы вот недавно общались с нашим менеджером Алексеем. Пару дней назад. Алло, алло, Владимир, не слышу вас. Так, ну я слушаю вас. Что я должен говорить? Так я же спрашиваю, общались с нашим менеджером Алексеем? Да, общался. Спасибо. Хотелось бы уточнить, вот сейчас провожу отстанку качества работы своих сотрудников, вот хотелось бы у вас уточнить, почему, в принципе, к работе не приступили, что вам, возможно, что-то вам не понравилось, как-то не подошел сервис наш, что не так? Да нет, все так, просто до работы дела не дошло, Алексей трубку бросил раньше, чем до работы дошло. Алексей бросил трубку? Ага. Ого, а что там произошло такое? Ну, надо же у Алексея спросить, наверное, я же не успел у него спросить, почему. Это же неожиданно получилось. То есть мы общались, общались, потом раз он и все, и слился. Ага, понял вас, ладно, будем с Алексеем разговаривать тогда. Хорошо, а вы мне подскажите тогда, о чем именно вы разговаривали, о чем закончили? Ну, мы... Сферу работы вам... На этапе знакомства мы закончили. Ага, на этапе знакомства. Все, я вас понял, понял вас. То есть, в принципе, информацию вообще по сути работы Алексей вам не предоставил, правильно? Правильно. Хорошо, давайте тогда исправлю это, Владимир. Так нет, давайте мы с вами тоже познакомимся. Может быть, опять же, тоже вы так же трубку бросите и до работы дело не дает. Да нет, нет. Потом позвонит другой человек и спросит, а что вы, Владимир, не приступили к работе? Ну, давайте знакомиться. Я уже представился. Меня Дмитрий зовут, вы Владимир. Очень приятно. Здорово. Сколько, Дмитрий, вам лет? Здорово. Мне 28 лет. А вам, Владимир? А мне 30. 30. О, почти ровесники с вами. Да. А где вы работаете? Работаю главным менеджером компании Крис Кэпитал. О, здорово. А сколько зарабатываете в месяц? В месяц зарабатываю, ну, около 2000 долларов. Около двух? Около двух, да. Ну, так-то нормально. Да, неплохо. А давно вы в этой сфере? В сфере именно торговли или именно работы главным менеджером этой компании? И то, и другое. В сфере инвестиций первый вопрос, а второй, сколько вы работаете, даже не главным менеджером, а просто в этой компании? Ага. Ну, смотрите, в сфере инвестиций около трех лет. В этой компании работал чуть больше полтора года. Понятно. Ну, то есть адрес-то вы уже выучили, да, где офис-то находится? Главная компания. В Риге, в Латвии находится. Не, не, в Латвии нам не интересно. В России? Совершенно не знаю. В России филия наша. А, вы сейчас уже... Вы сейчас в Латвии, Дмитрий, находите? Ой, конечно, в главном офисе. Правда, а где он? В каком городе в Латвии? В Риге. В Риге? О, здорово, здорово. А давно вы там в Риге живете? Живу уже... Сколько? Мне было три года, родители переехали. Ну, сколько я живу уже? Ну, то есть вы в школе там учились, да? Конечно. Да. Понятно. А какая там Рига-то в Риге? Река в Риге, какая протекает? Река в Риге? Да. Мы с вами как... Реки будем сейчас учить. Все понятно. Вот видите, Дмитрий, то есть вот пока было все здорово. Вы не успели погуглить, что ли, какая река в Риге? А мне это и не нужно. Ну, вы же там всю жизнь прожили. Вы бы ответили, да и все. Ну, если я хорошо отвечу, что дальше? Это что изменит? Хорошо. А вы... Вы, Владимир, с вами с вами сами. Дмитрий, с вами все я. Вы хотя бы в Риге-то были хоть раз вообще? 25 лет уже как. Ну, так какая река там течет? Да у Гава, и что? Ха-ха, молодец. Быстро, быстро. Ну, а вы... Нет, Владимир, смотрите, мы с вами будем, ну, какие-то ребусы сейчас разгадывать, там, в кросс-форде может поиграть. Нет, мы же просто знакомимся. Вы что? А, ну все, вот. Меня зовут Дмитрий, мне 28 лет. Работаю уже полтора года главным менеджером компании Кирс Капитал. Хорошо. Перед торговлей институтой уже... И что вы закончили? Что я закончил? Да, какое учебное заведение? Школу заканчивал, да. Русскоязычную. И все? Да, сразу после школы, там были определенные моменты, и... Ну, это уже мое личное. Ну, понятно. Я не продолжал обучение. Ладно, и крайний вопрос. Поздоровайтесь со мной по-латышски. Зачем? Алло, алло, я вас не слышу. Ну, я жду, я слушаю, когда вы со мной поздоровайтесь по-латышски. Ну, лабрит. Что? Говорю, лабрит Владимира. Да, Дмитрий. Ну, зря вы, конечно, эту тему разрабатываете с Латвией. Так же, как и Алексей. Алексей, он, ну, не в моем офисе сейчас находится. Ну, понятно. Ну, ладно. Не, не, не. Ладно, Дмитрий. Ну, хорошо, хорошо. Хорошо. То есть вы работаете начальником отдела, да? Да. Да. Большого очень нет. Я... Ну, 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 вы говорите, да-да. Ну, кем вы работаете? Должность ваша какая? Главный менеджер. Наши менеджер компании. То есть... А, вот. Главный менеджер компании Крэс Кэпитал. И у вас нет даже среднего специального образования, да? Просто школа и все. Да, нет у меня образования. Только школа заканчивала. Ну, понятно. Ну, беда там у вас с кадрами-то. Я не знаю, куда ваши HR-то смотрят. Хорошо смотрят, знаете. Ну, не знаю. Теперь... Ну, все. Давайте теперь рассказывайте, как будем зарабатывать. Вот. Все, я про вас что угнал. Да, все, мы познакомились. Все здорово. Супер. А вы, Владимир, чем занимаетесь? Я работаю инженером авиационным. Ого. Интересная у вас работа. Да. Вы уже работаете? Что? Долго, я говорю, работаете инженером? Ну, 10-й год. 10-й год. Прекрасно, прекрасно. А вот все-таки, если был для вас актуален дополнительный заработок, я так понимаю, вам как-то ваш заработок вас не совсем устраивает? Да нет, в общем-то устраивает. Поэтому я искал дополнительный, а не основной. Ну, смотрите, если бы вас полностью устраивало... Дмитрий, вот третий раз я уже это слово... Послушайте, Дмитрий, третий раз я уже это слово пропустить не могу. Иначе меня просто коллеги не поймут. Вы там что-то показываете мне? Что показываю? Ну, вот я и спрашиваю. Вы что-то мне показываете там или нет? Нет. Тогда зачем же вы третий раз уже говорите, смотрите? Ну, как я увижу по телефону? Ну, неужели это вообще непонятно? Ну, это вы уже просто к словам придираетесь. Я не придираюсь к словам. Я три раза... На третий раз только уже решил уточнить. Вдруг вы там что-то показываете. Я не вижу из-за этого недопонимания. Я начинаю нервничать, а нервничать я не люблю. Хорошо, я вас понял. Тогда я буду говорить слушайте. Хорошо? Готов. Все прекрасно. Слушать готов. Супер, супер. Хорошо. А если все-таки заинтересованы в дополнительном заработке, значит, ваш основной заработок вас как-то не совсем устраивает? Нет, неправильно. Неправильно. Объясните тогда. У вас девушка есть? У меня девушка, да. Ну вот. Вы на других девушек смотрите, невзирая на то, что у вас девушка есть? Конечно. Ну, значит, ваша девушка вас не устраивает, раз вы на других девушек смотрите? Так я только смотрю. Даже не знакомлюсь с ними и тому подобное. Ну, так вот и я об этом же. Я же еще не зарабатываю дополнительно, я только знакомлюсь и тому подобное. Ага. Супер, супер. Понял вас. Ну, хороший у вас спич. Хорошо. Хороший у вас спич, Владимир. Пахвально. Ну. Дальше вещать. Комплимент такой для вас. Ну да, да. Возьмите на вооружение. Вещаю. Да, спасибо. Спасибо. Вы мне подскажите. Вот опять же, Дмитрий, мы не на контроле и вы не у доски. Я вам подсказывать ничего не буду. Ага. Ну, просто это моя манера речи. Вы уж меня извините тогда. Ладно, извиня. Спасибо. Вот. Поэтому я, в принципе, хотел бы использовать те слова, которые мне, в принципе, удобны. Хорошо? Нет. Вы в одной фразе сказали два раза слово «в принципе». Оно сюда никак, ни раком, ни боком. Ну, честно, мне как-то без разницы, но вот мне так удобно. Вот я говорю вам, как с вами, как мне удобно, да? А не то, что вы вроде как там с потенциальными клиентами общаетесь, что деловой стиль общения. Вот видите, вот образования вам как раз и не хватает. Вы как во дворе разговариваете. То есть, ну, как с пацанами во дворе. Нет, ну, смотрите, я же... А вы показываете снова? Вы показываете там? Слышите. Ну-ка. Слышите. Я же, ну, не перегибаю. Я с вами общаюсь на «вы». Вот, так и я тоже с вами на «вы». И я же на «вы». Но это-то вообще, об этом речи нет. До матов мы еще дойдем. Я имею в виду, с моей стороны вы их вряд ли услышите. И на «ты» я не перехожу. Я всегда подчеркнуто вежлив и корректен. Ну вот. А когда у вас бомбанет пукам, ну вот тогда вы начнете уже и голос повышать, и на «ты» переходить, и говорить, что мне это даст, как это поможет заработать. Ну вот это вся байда. Да, нет, ни в коем случае. Я, в принципе, хотел бы просто вас заинтересовать в этом. Я понимаю, что клиент на «контакт» не выходит, и вам это не нужно, не интересно. Ну, я свое время тоже тратить на это не буду. Да вы же тратите не свое же время, вы же рабочее время тратите. Вы же на работе. Рабочее, но смотрите. Опять мне смотреть снова? Дмитрий, вы же говорили, что будете говорить слушать. Вы даже речью своей владеть не можете. Это моя манера речи. Это моя манера речи, Владимир. Ну, как мне смотреть? Вы говорите, смотрите. Ну, куда смотреть? Хорошо, Владимир, это моя манера речи. Я так общаюсь. Мне ваше общение не подходит. Надо говорить именно то, что надо говорить. По телефону смотреть невозможно, если мы не в режиме видеосвязи. Ну, вот вы просто к словам придираетесь, правильно? Когда мы дойдем до денег и до инвестиций, понимаете, там надо вообще конкретика. Я технарец. Если мне говорят «стой», я стою. Если мне говорят «беги», я бегу. И никак иначе. А когда мне говорят «смотрите», при этом подразумеваясь «слушайте», у меня диссонанс. Мне так не нравится. Все, я вас понял. Надеюсь. Вы второй раз это говорите, чтобы меня поняли. Обещаете не говорить. Нет, я не обещал. Я не говорил, что я обещаю. Я могу вам через 15 минут снова сказать «смотрите». Хотя буду подразумевать «слушайте». Не-не-не, вы скажете это раньше, чем через 15 минут. Вы это скажете в течение ближайших пяти минут. То есть вы не можете контролировать свою речь. Вот это беда. Смотрите, Владимир. Так. Показывайте. Посмотрели? Да, чего там смотреть. Мне уже все ясно, Дмитрий. И это не в вашу пользу. Ну, хорошо. Ну, посмотрите, что там видите. О, если вам так речи будет. Что-что видите? Я вижу вашу некомпетентность. Это меня печальит. Очень мне, значит, повезло, что я общаюсь с настолько компетентным человеком. Вот. И, естественно, если у вас будут какие-то замечания, вот. Ну, такие прям по фактам, да. Уже первое я услышал, что я говорю слово «смотрите», хоть и подразумеваю слово «слушайте». Это спасибо, я уже себе записал. Алло, алло, не, ну я слушаю вас. Вот видите, я даже не перебиваю, не вставляю ремарки. Я вам не даю пищу для того, чтобы вы зацепились за какое-то слово, вспомнили родителей или школу. Зачем? Я вас слушаю. Давайте, вещайте. Зачем мне ваши родители, ваша школа и тому подобное. Нет, мы, я с вами хотел бы просто поговорить про торговлю, то есть, да, непокрестную. Сначала вы хотели поговорить про Алексея, что там не заладилось. А теперь вы поняли, что не заладилось, да? А, так с Алексеем вы же сказали, что вы даже не познакомились, что Алексей просто сбил. Правильно? Алексей просто ни одного адреса в Риге назвать не смог. А, кстати, а вы назовите улицу, на которой ваш офис. Ой, да, Владимир, я не буду вам еще называть. Ага, вот-вот. Я уже вам реку назвал, я вам уже назвал реку, я вам уже приветствие сказал. Что вам еще? Вы... Красную карточку, банковскую назвать. Приветствием-то вы вообще не угадали. Те, кто будет слушать потом, они, конечно, поражут. Особенно те, кто в Риге хотя бы был хотя бы разок. Хорошо, хорошо. Ну пусть так повеселим их. Ну да, да, это же забавно. Это же забавно. Ну, да, наверное, наверное. У вас же разговоры-то записываются, да? Да, конечно. А почему вы меня об этом не предупредили? Вы не спрашивали, я не предупреждал. А, то есть в регламенте вашей компании не прописано то, что когда звоните потенциальному клиенту, надо представляться и предупреждать о том, что разговор записывается. Нет. А мне кажется, не приносит. Не, зря вы так думаете. А если кажется, то креститься надо. Креститься нужно, да-да. Ну вот. Я знаю. Или вы мусульманин? Нет, нет. Весенин, все нормально. Ну, договоров-то у вас, конечно, не рижский явно. Так я же сказал, что корни-то русские, корни, дают о тебе знать. Воспитывали-то меня чисто такие советские люди, правильно? Угу. Вот, поэтому, наверное, вот так вот все и получилось. Ну да, поэтому все так и произошло. Да, поэтому все так и произошло, Владимир. Хорошо, Владимир, я, наверное, не буду у вас отнимать ваше драгоценное время ваше. Вот. Но теперь вы поняли, почему Алексей бросил трубку? Ну, потому что вы сказали, что он даже, ну, вы даже не познакомились с ним. Но теперь вы поняли, почему вы сейчас положите трубку? Я сейчас не сбрасываю. Нет. Потому что я понимаю, что вам это неинтересно. Это будет через... Зачем не тратить свое время? Ну-ка, я говорю, это будет через три минуты. Помните, я вам в начале разговора обещал, что вы точно так же сольетесь? Три минуты, хорошо. Смотрите. Смотрите, мы сейчас разговариваем в 18 минут. Да, я готов и посмотреть. За три минуты можно и посмотреть. Но, тем не менее, за работу мы так и не дошли. На чем мы будем зарабатывать? Мы так и не обсудили. И следующий человек, который позвонит, он точно так же спросит. Да как же так? Вы разговаривали 15 минут и не дошли даже до того, как будете зарабатывать. И он тоже будет в недоумении. Так же, как вы в начале разговора. Нет, Владимир, смотрите. Опять, смотрю. Хорошо, что вы видели перед собой. Что у вас на стенке? Бедолага. Ё-моё, я говорю, даже речь контролировать не можете. Куда вы лезете? У меня такая проблема в жизни. Ну, проблемы у меня такие. А зачем мне постоянно в мою проблему тыкать? Вы видите, что я вот, возможно... А вы же сказали, что вы не будете говорить. А потом раз и сказали. У вас, может быть, и преждевременное семейзвержение бывает? Возможно, бывает. Ну, тогда да. Сочувствую. Спасибо. Так вот. Нам еще осталось говорить 3,5 минуты, чтобы, грубо говоря, этот спор я выиграл. Правильно? Вы сказали, что я брошу трубку через 3 минуты. Минута уже прошла. У меня осталось только 2,5 минуты, чтобы я выиграл этот спор. Правильно? Я так понял, у вас и с математикой проблемы. Ну, как же вы так считаете? И с математикой у меня большие, Владимир, проблемы. Вот прям честно. Поэтому я и не в отделе аналитики. А, вот почему? Не получается. Вот поэтому вас отправили туда, где надо просто ртом работать и все, и считать, не думать не нужно. Да. Да. Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, ладно. В принципе, за такую зарплату, которую вы озвучивали, там, 2000 гривенов, в принципе, нормально. Конечно. Я за такую зарплату вот сижу с вами, вот разговариваю уже 20 минут, Владимир. Ну да. Ну да. Да. Так вот, на чем мы там остановились? А, вы сказали, что мы даже не зашли с вами о презентации. Давайте я вам сделаю презентацию, чем мы зарабатываем. Да? Будет вам интересно послушать. Вы сначала назовите адрес вашего офиса в Риге. Ну, а если я не хочу называть вам адрес нашего офиса в Риге? Ну, тогда я не буду слушать вашу презентацию. Ага. Ну, и как будем тогда поступать? Ну, давайте о девчонках поговорим. У вас крайний раз какая была? У меня девушка была крайний раз. А она тоже, ну, тоже такая, это, из Украины. Такая вкусненькая, аппетитная, с окошечком. Нет, она из, вот, прям коренная, коренная. Причем вот это все было сейчас здесь? Коренная кто? Коренная рижанка. Ха-ха-ха-ха-ха, Дмитрий, йо, да блин, ну выучите вы, хотя бы как их по национальности зовут. Ну, что же вы палитесь-то в мелочах? Рижанка коренная, блин. Ой, парижанка. Парижанка? Нет, нет, рижанка. Ну да, рижанка, рижанка, конечно. Ну, я так и сказал. Ну, да. Ладно. Хорошо, Владимир. Не буду, да. Может, еще о каких-то моих изъянах поговорим? Не-не-не. Что еще? Все ребята говорят одно, не учи, не лечи, не унижай. То есть учить вас нельзя, иначе вы все-таки это, осваиваете в конце концов. Но, говорю, место вы неудачное выбрали, вот, в качестве легенды, Рига, но не подходит. Особенно, когда ни одной улицы не знаешь, а даже если знаешь, что произнести правильно не сможешь, особенно, когда позиционируешь себя, якобы, там, с трех лет живешь в Риге, ну вот, и не знаешь, кто такой Лабус и Лабус Виккарс, понимаешь, и там памятник свободы где находится, и какие улицы к нему ведут. Ну, хорошо, да, успел посмотреть. Ну, а так вообще, любой здравомыслящий человек сразу понимает, что это раз в год. Понял, понял вас. Хорошо. Я говорю, другое место, другое. Прибалтику лучше не берите, там очень сложно. Особенно сложно с теми людьми, которые хотя бы там бывали, и, ну, не получится. То есть, Москву, я понял, вы вычеркнули, потому что там проблемы в Краснопреснянской набережной всегда бывают. Ну вот, но Рига не лучше, потому что там вот улицы произносить, это даже латыши язык сломают. А вот коренная рижанка, это вообще было круто. Да будет известно, что 80% населения Риги русскоязычные. Ну, я, в принципе, это знаю, да. Ну, ладно, Дмитрий, если вас правда Дмитрий зовут. Да, Дмитрий меня зовут. Ну что, хорошо, да. Хорошо тогда маме спать, привет. Хорошо. Владимир, кстати, спор я выиграл. Вы сказали, что я выбью через 3 минуты. 3 минуты уже давно прошли. Ну, потому что вы сможете, да нет, выиграть вы можете все, что угодно в своих влажных мечтах. Вы просто слушали то, что я вам говорил, ну вот. Хотя я не должен был этого делать, потому что мы вроде как это, по разную сторону телефона. Ну, тем не менее, иногда, ну, это даже не смешно уже, ну просто, ну, ё-моё. Вот вы мне, Владимир, скажите, у вас столько свободного времени? Ну, а почему бы нет? Ну, я не знаю, я думал, чем вы занимаетесь, там, ну, читали бы. Вот смотри, мы с вами 25 минут почти говорим, ни о чём, то есть, да, просто ни о чём. И вот у меня действительно иногда возникает такой вопрос, откуда у вас столько свободного времени? Рассказываю. Да, да. Сегодня пятница лично. Я пришел с работы в обед. Сейчас я сижу и готовлюсь к пятничному вечеру, то есть, слегка выпиваю и слегка закусываю, чтобы лишнего не платить в этих кабаках. Ну, вот, видите, вы меня понимаете. Ну, вот, буквально сейчас вот через несколько часов мы опять же на созвоне с ребятами, приедем в некоторое место, зацепим некоторых девчонок, погужбаним, повеселимся. То есть, вы время-то посмотрите, ну, пятница вечер, что мне ещё делать? Я как раз сижу, мне тут скучно. Я один, я холостяк. Пришел только с работы, зато пораньше. Ну, вот, сижу, выпиваю, закусываю и слушаю вас. Ну, забавно же. Ну, вот, если вы позвоните в 9, то я вам уже, конечно, не отвечу, потому что я буду, надеюсь, занят более весёлыми делами. А сейчас вы у меня клоун Петрушка, вы меня развлекаете. Ну, тоже же здорово, пятница. Вы-то на работе, а я клоун. Вот сейчас, Владимир, было обидно. Владимир, сейчас обидно было. Да нет, я не именно вас. Не именно вас назвал Петрушкой. Я имею в виду, вы у меня сейчас место развлечения. То есть, так бы я сидел один и накидывался вискарём, а так мы с вами вроде как на пару. Вы там чего-то вещаете, я тут сижу, закусываю. Ну, клёво же. А через час мне уже будет недавно. А я воду пью. А? Чего вы делаете? Ну, вам повезло, вы виски пьёте, я воду пью. А, ну, нормально. Вы же на работе, а я-то уже дома, и у меня пятница вечер, и у меня впереди выходные, Вася. Клёво же будет. А вы так и будете со своей этой гарнитурой, примотанной скотчем в башке сидеть. Да нет, Владимир. Смотрите, ну ещё часик. Я по-доброму, я по-доброму. Я ни в коем случае не хочу вас ни обидеть, ни оскорбить. Нет, я не такой. Всем милый и добрый человек, и мне всегда жалко вот этих звонилок, которые, бедолаги, там за эту, за долю малую, вот пыжатся сидят. Нормально. Работы всякие нужны. Ну, ещё раз говорю, работы всякие нужны, работы всякие важны. Но с Ригой меняйте, скрипс меняйте. С Ригой не катит. Понял вас. Я же говорю, хорошо, что, вот, вы говорите, доля маленькая, а я вам говорю, хорошо, что у меня доля большая, и поэтому, вот, поговорить с вами полчаса, я, как минимум, скоротал это время, да, то есть, мне ещё буквально часик. Я тоже пойду отдыхать, веселиться с друзьями. Ну, конечно, конечно. Смотрите, чтоб случайный Хаймург на бошку не упал, веселиться с друзьями. Что не упал? Ну, в общем, то, что с неба падает, смотрите, чтоб случайно не попало. И хорошо, если кипяток найдёте, мивину заварить. Это будет здорово. Я ещё раз говорю, я ни в коем случае не ругаюсь и вас, как говорится, не смырю. Я понимаю ваше положение. Нет, вы пытаетесь как-то меня зацепить, как-то оскорбить, но, честно... Да перестаньте, да что вы, Дмитрий, да вы... Нет, если бы я это хотел, если бы я это хотел, я бы это уже сделал. Нет, мне как раз вот... Смотрите, я вот посмотрел... Адекватных, вы хотя бы ели, наверное, сегодня, поэтому вы и не злой. Я очень вкусно сегодня поел. А что вы ели? А ну, расскажите, что вы... Смотрите, Владимир. Показывайте. Что я кушал, смотрите. Смотрите, опять смотрите. Ну что вы, ну Дмитрий, ну етить колотить. Ну, вы... Ну, Владимир, ну мне всё равно, я буду говорить смотрите дальше. Я дальше буду говорить слово смотрите. Мне всё равно. Я понял, понял. Почему? Потому что вы поняли, что денег не видать. Ну ладно, да? Потому что да, я понял. Нет, потому что я понял, что вы... Как бы так вам... Я просто не буду это говорить, ладно, хорошо. Да говорите, ладно, я не... Я просто понял, что да, время... Время, время на вас тратить не нужно. Вот, я вижу, что с вами уже много менеджеров общались. Наконец-то благодать пришла и общаюсь сейчас я с вами. И я вам, Владимир, вот вам обещаю, что с нашей компанией вам больше никогда никто не позвонит. Не позвонит. Как вам такое? Не позвонит. А может ли так? Ну ладно. Вот вы радость вот этому. Вам никто уже звонить не будет. Нет, ещё раз говорю. Если так будет, я буду только рад. Потому что, ну, ребят ваших и девочек просто жалко. Они пыжатся, тужатся. А нет ни знания, ни опыта, ни умений. Ничего. Вот как раз таки об этом я и говорю, что вот вас беспокоить больше никто не будет. И моим коллегам уже легче. Для этого. Ну ладно. Потому что я понимаю, что это просто трата времени. Ну да. И мужчина, которому очень скучно, просто занимается, извините за выражение, ерундой. Анонизмом. Я бы так сказал. Анонизмом. Анонизмом? Ага. Ну, это уже ваше право. Я вас никак не ущемляю. Занимайтесь вообще чем хотите. Вы вообще свободный человек. Это здорово. Почти. Это здорово. Как будем зарабатывать? Да, я вам желаю. Я как буду зарабатывать? Нет, мы с вашей компанией как будем зарабатывать? Вы забыли. Нет, Владимир, вы что? Вы с нами зарабатывать? Нет, нет, Владимир. Вы с вами зарабатывать не будете. Вот видите? Извиняюсь. Вот видите, как вы говорите, смотрите, я вам так же отвечаю. Вот видите? Вижу. Так и не дошло у нас до заработка. И не дошло у нас. И следующий чувак, который позвонит, вот что ему мне сказать? Что звонил некто Дмитрий и сказал, что зарабатывать не будем. Нет, смотрите, вы меня слушаете? Да. Вы меня слушаете? Вы даже не помните, о чем мы с вами общались. Я вам сказал, давайте мы с вами поговорим о том, как мы будем зарабатывать. О, давайте, давай. Вы мне что-то там ответили. Нет, вы меня туда не помните. Вы не будете слушать. Я не то, что что-то вам ответил, а я вам ответил по существу. А вы даже не помните, что я вам там ответил. Ну что вы мне ответили? Я ответил ответ, а вы даже его не помните. А, ответ ответили? Да. Хорошо. Я ваш ответ не помню, да. Ну пусть будет так. Я не помню ваш ответ. Вы мне сказали, ага, раз вы не хотите называть вроде бы улицу или что-то такое Ой, ладно, забудьте, все, давайте, улицу забудьте, простим, и слушатели простят Давайте, вещайте, как зарабатывать Было что-то другое, нет, Владимир, вы сказали, вам неинтересно, вы слушать не будете Все, на этом мы, в принципе, сошлись Нет, все, уже неинтересно и буду слушать Все, давайте Нет, нет, Владимир, я не хочу вам рассказывать уже, все, надо было раньше, как говорится, да Вот, представляете, позвонит другой чувак и скажет, как же так, Дмитрий с вами общался А я скажу, а он сказал, я не хочу вам рассказывать и не буду Вот, ваш крайний ответ такой Да А я же вам тоже сказал перед этим буквально три минутки назад, что вам больше с нашей компанией звонить не будут, Владимир Я вам отвечу, вот, отвечаю Вам, что, вы говорите, вот, кто-то мне, кто-то мне будет звонить и рассказывать, а Дмитрий вам почему-то не предоставил информации Нет, вот, говорю, подождите, подождите, Дмитрий, вот, это аргумент, вот сейчас вот было мощно Нет, слово, 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 отвечаю, это не было в таком контексте, как вы Ну да, 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 конечно Это было то, что я отвечаю на ваши предложения Ну да, 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 вы сами улыбаетесь там, я же слышу Я вам А я уже улыбаюсь с вами тут 32 минуты, если что Ну хорошо Смотрите, Владимир Смотрю Вы говорите Ага, хорошо Слушайте, Владимир Слушаю Будут вам звонить в нашей компании, что-то рассказывать, а почему Дмитрий не предоставил информацию Вот я отвечаю, Владимир Нет, не будут, Владимир, вам уже звонить Нам неинтересно с вами работать, и я вам предоставлять информацию не буду Вы с вами сотрудничать, не будете, Владимир Нет, Дмитрий, вы так не можете со мной поступить Вы, пожалуйста, расскажите Могу, могу, я же вам сказал, я главный менеджер в этой компании С ума сойти Я сделаю так, Владимир, что вам больше никто звонить не будет Не лишайте меня этого, Дмитрий О, прошу вас А вот О, нет, Владимир, все Вы доигрались Ой, ешеньки Я вам желаю хорошего Хорошего вечера Я вам желаю, Владимир О, кстати, я вам тоже, Дмитрий, тоже желаю Потому что вечер хорош Нормальным ребятам он всегда нужен Так что давайте И за меня там разок Конечно И за меня разок Я не только за вас Я и за вас, и за себя, и за Сашку И правильно, и молодец Все Только его звали Лешки Все, Владимир, пока Все, Владимир, я Я вам желаю хорошего вечера Спасибо, и вам тоже Самиду что-то перекушу Спасибо, Владимир До свидания Спасибо за такой спич Было приятно Вот видите, аналогично Еще раз говорю Держитесь вы там, главное, ребята Все равно мы станем Все равно друзьями В конце концов Как были Держимся, держимся Да, Россия Латвия Литва Эстония Все мы друзья, да А, точно До свидания, Владимир Все, пока Все, давайте, Владимир До свидания Нафиг Алло Владимир, здравствуйте Добрый день Меня зовут Алексей Я звоню на том, что видели Что вы оставляли заявку Да, дают дополнительного заработка Правильно? Было такое Именно с криптовалюты Да, отлично Скажите, пожалуйста, Владимир Вот когда-то был опыт В этой сфере Алексей, вы сначала Скажите, пожалуйста Какую компанию вы представляете Я звоню вам из Red Finance Откуда? Из Red Finance Не могли бы вы разборчивиться? Это именно Red Finance Red, Red Красный, да? Да, Красный Финансы Если будем переводить Red Finance Понятно Да, отлично Это платформа Где именно работают люди Покупают, продают Занимаются торговлей Либо же Именно криптовалютой Да, то есть Криптовалюта Это один из рынков Один из рынков? А что там еще Есть, кроме криптовалюты? Есть сырьево-товарный рынок Какой? Товарный рынок Сырьево-товарный рынок Сырьево-товарный? 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 А, нет О таком не слышу Сырьево-товарным? Нет, в таком еще не доводилось Из Форекс, то есть это валютный рынок Так Индексы Ага И также акции, то есть акции именно компании любые А вот этот еще, который вы назвали, как вы его назвали? Сырьево-товарный, он где? На Форексе или на индексах? Или где он там? Товарный рынок, там продается нефть, бренд Золото, серебро, платина Ага Это вот то, что вы называете сырьево-товарный, да? Да, это товарный рынок Так товарный или сырьево-товарный, вы уж как-то определитесь? Сырьево-товарный А, все, все, сырьево-товарный, да Все, хорошо Вот меня вот он интересует больше, сырьево-товарный Отлично Ну, что вы подписались именно под рекламой, где именно работают с криптовалютой А, а вы не специалисты именно по криптовалюте, да? Я? Нет никаких проблем, я аккаунт-менеджер А, аккаунт-менеджер Специалисты помогают людям активировать их аккаунт А, вот как, ну что ж, понятно То есть вы во всех этих рынках А фондовый рынок, это что такое? Фондовый рынок? Да Я слышал еще такое есть Смотрите Показывайте Так как я именно аккаунт-менеджер, который помогает вам активировать ваш аккаунт А, все Есть именно такие вопросы Давайте я вам переведу именно ты на аналитика Не, ну, я не знаю как Я же, вы же вот мне звоните Я, честно говоря, профан в этих вопросах Я думал, вы знаете Ну, а получается, профан здесь не только я Ну, тогда надо нам, кто-то, кого-то знающего Третьего Чтоб хотя бы нам растолковал и разъяснил Давайте я вам переведу ленью тогда Ну, наверное, да Если он, да Просто, подождите Может, мы с вами о компании ваших хотя бы поговорим Или вы о ней тоже ничего не знаете Сверево Торорный Алло Алло Вадимир Доносович Добрый день Алексей попросил меня с вами поговорить Властич, какие-то вопросы А вы кто? Меня зовут Влад Я старший специалист по рынку А, Влад или Владислав Как удобно к вам обращаться? Влад? Именно Влад А, Влад Да нет, меня не только по рынку Я вообще не успел даже Алексею вопрос это задать Он как-то сразу почему-то переключил на вас Вы уж извините Он, наверное, недавно у вас там работает? Смотрите, есть Такая профессия как аккаунт-менеджер Человек, который просто создают аккаунты Есть Специалист, который работает именно с финансовым рынком А, вы к кому относитесь? Такое понятие, как Что? А вы вот специалист, который работает с финансовыми рынками, да? Я финансовый рынок Ну, это вот То, как вы назвали Специалист, работающий с финансовыми рынками Я не очень понимаю Брокер А, брокер? Если вам интересна именно терминология, да, это называется брокер А, брокер А я всегда думал, что брокер это не физическое лицо Брокерская компания это не физическое лицо Любой брокер это сам человек Имеющий лицензию работать на фондовой бирже То есть это человек, который имеет лицензию работать на фондовой бирже? Так? Или? Я просто пытаюсь понять Брокерская компания, которая имеет лицензию Предоставляет вам отдельных брокеров, которые имеют право работать на фондовой бирже О, вот теперь мне даже стало понятно То есть вы работаете в брокерской компании, так? Да, да, да О, а как она называется? Red Finance Invest А, все, понял А это российская компания или странная? Нет Что нет? Основатель Великобритании В Великобритании есть очень много филиалов в разных странах И в СНГ, и в Европе, и в Южной Америке А в Африке? Но это не российская компания Ясно, то есть она британская компания, да? Да Ясно, а в России есть представительство? Да, конечно, в Москве Так, а адрес какой там? Северная башня А спросите, северная башня, 17 этаж Да это не адрес, это там, где вы находитесь А адрес какой? То есть город, улица, дом Адрес же так обычно пишется? Смотрите, Владимир Да? Именно адрес компании нашей Red Finance Invest Город Москва Так Москва-Сити Северная башня 17 этаж, 4 кабинет Нет, а улица, дом Не бывает адреса Северная башня и Москва-Сити Бывает адрес город Москва А улица там какая? Вот какая там улица? Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Владимир, правильно? Правильно Очень приятно, Владимир Представлюсь Меня зовут Николай Набираю вас касательно вашего интереса в дополнительном заработке по проекту Биткоина Блюприн Было такое, правильно? Угу Замечательно В общем, являюсь вашим аккаунт-менеджером Моя задача вам более подробно объяснить, что это такое Как это в принципе работает Ну и естественно помочь вам приступить к работе Первый момент, который хотел бы уточнить у вас, Владимир У вас ранее был опыт в подобной сфере То есть сталкивались с подобным С подобным с чем? Именно с биткоином То есть слышали что-то про это Может быть пробовали этим заниматься Я вот как раз у вас хотел спросить Что же такое этот биткоин? Ну то, что кроме того, что это является криптовалютой Что это такое вообще? Физический смысл? Физического смысла толком нету То есть это является интернет-кошельком То есть интернет-валютой Бе хранится также на интернет-кошельке Также Так что это такое? Вот если, допустим, электричества не будет То есть и биткоина не будет, так? В любом случае биткоин хранится То есть на электронном кошельке То есть в специальной ячейке Соответственно он Где эта ячейка? Соответственно в интернет-кошельке То есть где хранится все ваши криптовалюты? То есть нигде Вы регистрируете на свой имя, на свой кошелек Интернет-кошель Это я понял Что такое сам биткоин? Что это? Вот как это понять? Что это такое? Из чего он состоит? То есть если Есть денежная купюра Она либо бумажная Либо там монета металлическая А биткоин это что? Биткоин это электронная валюта Это я понял Физически Ее нету Ее нету То есть Ну опять же Мы говорим о том, чего нет Правильно я понимаю? Ну смотрите Это образное выражение То есть По сути да Его нет Откуда он берется? Откуда он берется? На бирже соответственно Нет Это на бирже На бирже он торгуется А сам биткоин Откуда он взялся? Откуда он берется? Вот Если деньги делают из бумаги Или из золота Там не важно А биткоин из чего сделан? Его генерируется То есть Это определенный код Который стоит Определенную сумму денег А Понятно То есть Это набор Ноликов и единичек Грубо говоря Да В определенном порядке Да Ну что такое блокчейн Наверное спрашивать У вас уже бесполезен Да? Пожалуйста Можете спросить Но я особо Не углубляюсь в данную тему Почему? Все понятно Потому что задача вам просто Образно То есть Более подробно Объяснить Все таки Как на этом можно заработать А как вы Не углубляясь в эту тему Можете подробно Объяснить Могу объяснить Как можно на этом заработать Да как заработать Это может объяснить Любой торговец на рынке Продать Покупить дешевле Продать дороже Вот и Весь секрет Ну опять же То есть Когда все таки Купить Либо же продать Это тоже нужно знать Конечно Так этого никто не знает Ну опять же Я всегда считал Покупали Ну да Так это и работает постоянно Ну да Понимаем И больше ничем Занимается Я Ну я не успел Толком даже ничего сказать Мы занимаемся То есть Не обязательно торговать Только криптовалютой Можно торговать Также и ценами Бумагами Можно торговать Также и сырьем Нефть, газ Ну и драгоценные металлы Естественно То есть Для вас Сырье это нефть, газ И драгоценные металлы Да? Я Образно говорю А Образно Ну ну Понял Хорошо Ну так вот То есть Получается Что Ваша компания Имеет представительство На территории России И адрес Этого представительства Какой? Я могу вам скинуть Все документы Которые Именно Все адрес То есть Там указаны адреса Ну естественно Лицензия Которая подтверждающая Нашу деятельность Лицензия На что? На что? Вот лицензия Вы говорите Какую деятельность Подтверждающую Нашу деятельность Ну какова эта деятельность Лицензированная То есть Брокер Ага То есть Ваша компания Является брокером? Абсолютно правильно Здорово И на территории России Кто вам лицензию Эту выдал? Ну опять же То есть Там все указано Не-не Вы-то знаете об этом Или Вы будете у меня Отсылать какой-то ссылки Мы же сейчас Очень общаемся Точнее Хоть и по телефону Ну так Ссылки Вам ничего Я именно документы То есть PDF формате Я вам все скину И вы ознакомитесь Да это лишнее Меня интересует Меня интересует Пока только адрес Вашего представительства Где вот вы находитесь Вы его хотя бы Знаете? Я знаю Соответственно Сейчас смотрите Я переключу на Старшего А зачем А зачем А зачем на Старшего Вы Вы Чего Не в состоянии Ответить Адрес Получается Они в состоянии А Ну тогда Да Тогда Да Тогда Давайте На Старшего Переключать Тогда Ожидайте Хорошо Не получается С переключением Что? Алло Да Алло Да Здравствуйте Владимир Добрый день Вы молчали Просто Я так Сразу Я не понял Меня зовут Ян Абрамов Здравствуйте Я представлю Я занимаю Должность Старшего Финансового Аналитика Компании Merix Capital Сразу С вами По вопросу Технической Стране А конкретно Активации Вашего Торгового Счета Как лихо Мы вообще То О другом Говорили С предыдущим Оратором С предыдущим Коллегой Вы имели Ввиду Да Это Имел Ввиду Вы не запомнили Его имя Николай По-моему Да Николай Его зовут Так Так и Называется Ну Так и Называю Хорошо С чем Возникла Проблема Он не смог Назвать адрес Российского Представительства Адрес Российского Представительства Да У нас нет Адреса Российского Представительства У нас есть Английская Лицензия Которая Позволяет Работать На странах СНГ И Европы Но Официального Офиса Прямого У нас Пока нет Мы Расширяемся Скоро времени Будет Но пока Нет Ну вот Получается Что Он говорит Одно Вы говорите Другое Уже Некий Диссонанс Возник Ну ладно Не суть Является ли ваша компания Еще раз Что Что он вам сказал Он сказал Что представительство Имеется Но адрес Он назвать не может Поэтому переключил На вас Вот собственно Что он сказал Ну Может парень Не особо Разбирается Сильно Может новенький Я даже не знаю Ну Мне-то трудно Об этом судить Я-то Привык общаться Как С людьми Которые Представляют Какие-либо Компании Которые уже Подкованы Хотя бы знают Где они находятся Понимаю Да Вот вы сейчас Находите Где вы сейчас Физически В Таллине Вы находитесь Да А предыдущий Человек С вами В одном Офисе Сидит Нет Ну понятно В Таллине Вы находитесь Ну тогда Адрес В Таллине Тогда Назовите Вы приедете Нет Нет Не приеду Адрес Для того Чтобы посмотреть Существует ли он Реально Или это будет Какой-то Фейковый адрес Ну вот Знаете Такой есть Браузер Хром Конечно Есть адрес У Макри 19 Угу В Великобритании Так как у нас Есть разрешение Межбанковского Терминала Мировых Европейских И английских Банков Понятно Нам не обязательно Иметь представительство В России Офис отдельный Чтобы вы знали Ну вот я Да Вот Век живи Век учись Вот видите Какие новости Я узнаю То есть Вы хотите сказать Что вы Действуете В нарушении Российского Законодательства Что? Вы хотите Сказать Что вы действуете В нарушении Российского Законодательства Предоставляя Брокерские Услуги На территории России Не имея Лицензии Да? Я только что Сказал То что у нас Есть Английская Лицензия Я уже Третий раз Повторяю Я это слышал Это из первого Раза Предоставляю И гражданам России СНГ Ну понятно Ну понятно Мы действуем Вопреки Российскому Законодательству Никаких законов Мы не нарушаем Ну хорошо Если вопреки Законодательству Действовать При этом Не нарушая Законов Но это Конечно На Нобелевку То не тянет Но на открытие Какое-то точно Ну хорошо Допустим Сложно Получается У нас Совпорядка Ну да То есть Нет представительства В России Нет лицензии От российского Регулятора И Ничего Не нарушается Да? Я могу Еще раз повторить Это лишнее Я уже понял Вы сейчас Опять Сошлетесь На английскую Лицензию Которая На территории России Не катит Вообще-то Позволяет Нам Если вы Почитали бы И были бы Эрудированным Человеком Вы бы поняли О чем О чем Я говорю Ну К сожалению Я не эрудированный Человек Поэтому И не понимаю Но в любом Случае В любом Случае Даже Простая Вещь Как допустим Открытие счета Перевод денег В условиях Нынешних условиях Для Гражданина России Неподъемная Задача Согласен С вами Ну Тогда Как Проблемно Вот я говорю Как же Тогда мы будем Сотрудничать Тем более Зарабатывать А тем более Заводить И выводить Деньги Опять В обход Законодательства Все решаемо Да Нет Вопреки Расист Законодательству Я Пятый раз Повторяю Мы имеем Право Предоставлять Свои брокерские Услуги На территории СНГ Казахстана Таджикистана Узбекистана Как вам угодно Понятно Понимаете Да Понимаю Пополнение Торгового счета Конечно же Через платежную Систему Скрил Виза Мастеркард Недоступно Прямые Банковские Переводы Также Питупи Банковские Узлы Недоступны Но вы Всегда Можете Сослаться На перевод Юридическому Лицу Нашей Компании Которая Находится В России У которого Есть карта России И вы Со своей Карты Прямым Банковским Переводом Через тот же Банкомат Либо почтовое Отделение Может быть Даже банковское Отделение Нативное Вам Сможете Сделать Данный Перевод То есть Вы сейчас Хотите Сказать Что перевод С карты На карту Это банковский Перевод Да А с карты На карту Это не банковский Перевод Конечно Это называется Питупи Ну да А вот я бы хотел Именно банковский Нет Это не банковский Это С применением Платежных систем это не банковский перевод. Это не платежная система. Это не PSP. Хорошо, я говорю, я в этом деле не сведущий, поэтому спорить не буду. Но я просто знаю, как я бы хотел это сделать. Именно банковским переводом с счета на счет. Никакие карты, никакие крипто-кошельки и прочие киви-кошельки. То есть это возможно? Нет проблем. Какие еще киви-кошельки и какие еще крипто-кошельки? Это самое самое последнее дело, которым мы занимаемся. Только если уже в случае того, что клиент уже не может никак. Хорошо, где будет открыт мой счет тогда? В каком банке? Межбанковский терминал нам предоставляет Барклайс банк. Английский банк. Я думаю, вы такой знаете. Я слышал, но не знаю. То есть мой счет будет в Барклайс или где? Да, регрессивный счет. Какой? Знаете, что это такое? Нет, не знаю. Это когда ваши деньги лежат на специальном счету. В счете. Ну-ну. Сегрегированный счет. Так, сегрегированный или регрессивный? Почти то же самое. Ну вот как. Если бы это было то же самое, тогда и слово было бы одно, а не два. Есть синонимы слова, есть антонимы. Давайте я все-таки к сути перейду. Давайте переходить. Это счет, на котором лежат ваши денежные средства. Средства. Прямым. Да, средства. Ага. Прямым банковским счетом. Если бы вы захотели... Прямым банковским счетом. Господи, что вы несете? Ну-ну, я все равно послушаю. Что это за прямой банковский счет? Бывает кривой банковский счет, что ли? Конечно. Угловой еще бывает. Вот какой. Вот какой еще бывает. Ну что ж, будет интересно узнать. Вещайте дальше. Знаете, мне перестало интересно с вами общаться, на самом деле. Да мне... Ну, я же вас не заставляю это делать. Я чувствую вашу максимально высокую заинтересованность. Я чувствую, как вы горите желанием выслушать вашего оппонента и финансового аналитика, который заинтересован в том, чтобы помочь вам. Поэтому вынужден с вами попрощаться. У меня есть немного другие дела. Ну что ж, добрый путь. Прошу дня. Да, добрый путь. До свидания. Трубку-то не забудьте положить. Я трубку кладем. Алло, Владимир, здравствуйте. Добрый день. Да, меня зовут Александр. Звоню касательно вашей регистрации по поводу дополнительного дохода. Так. Да, оставляли заявку на нашем сайте. Вижу, к сожалению, не приступили к работе. Хотел уточнить, что именно вам не подошло. Да я бы с удовольствием вам уточил, Александр. Просто я даже не понимаю, какую компанию вы представляете. Пока вы даже не сказали этого. South Spice. Еще раз. South Spice Capital. Инвестиции. Вы оставили заявку примерно месяц назад. Подождите. Spice Capital я понял. А вот первое слово не понял. South. South. South? Да, от слова, да. А слово чего? Ну, душа. А, ну не знал. Так, ну, честно говоря, на сайте такой компании заявку не оставлял. Да, вступили к работе. Я говорю, я на сайте такой компании заявку не оставлял. Так, ну, давайте проверим информацию. Владимир, правильно? Касаткин. Правильно. Ну, и ваш номер телефона. Это было примерно месяц назад. Угу. Так, и я вижу, что была заявка, наш специалист не смог связаться. И я, как с отдела контроля качества, решил уточнить, что именно вам не подошло. А как? А такое вы даже... Ну, как, если он не мог со мной связаться, а как мне может что-то не подойти, если ни с кем не общался? Ну, там на сайте есть информация. Поэтому я перезвонил для того, чтобы все узнать. Ну, трудно нам придется с вами, Александр. В вашем плане вас больше не беспокоили. Я говорю, трудно придется нам, потому что вы из отдела качества звоните человеку, который ничего вам по поводу качества обслуживания сказать не сможет. Так, я действительно, я это понимаю. Я из отдела не качества обслуживания, а именно качества нашей компании. Вот те услуги, которые мы предлагаем, наши условия и так дальше. Но я вижу то, что вы с ними еще даже не ознакомились. Ну, естественно, как я могу оценить? Поэтому, естественно, это невозможно. Поэтому давайте сейчас с вами ознакомимся вкратце. Возможно, они вам подойдут. Ну, давайте ознакомимся. Хорошо, смотрите, у вас уже был опыт в данной сфере? Еще раз. У вас был опыт в сфере инвестиций? А, нет, не было. Хорошо. А с каким условием вы искали именно дополнительный доход? Что для вас было в первую очередь необходимо? Я, честно говоря, не понял вопроса. Некоторые, прошу прощения, неправильно сформулировал. Одни люди ищут, например, пассивный доход. Другие себя рассматривают именно как трейдеры. А, вот теперь понял. Не, я именно пассивный доход рассматриваю. Я трейдером быть не хочу. Именно пассивный доход. Да. Хорошо. На какую сумму, в процентах точнее, вы ориентировались на пассивный заработок? А не было критериев, по которым можно было ориентироваться. Ну, то есть, вы для себя рассматриваете какой-то, например, 10-20% в месяц дополнительного дохода? Да, любой плюс мне был бы в радость, честно говоря, о таких процентах. Даже на сайте информация, в среднем, пассивный доход у нас небольшой. Это 10-15% от суммы вашего капитала. В месяц, да? В месяц, да, совершенно верно. Но у меня вполне был встроен такой доход, почему нет? Вот, видите, отлично. Дальше немного о принципе, как работает компания, в двух словах буквально. Вы открываете ваш товарный счет. Какой счет я открываю? Ваш товарный. А, есть такой, да, в природе товарный счет? Ну, так ладно, может он называется тогда. Вы его открываете и подключаете уже с нашим аналитиком, специального робота, который будет вместо вас делать торговые операции. В среднем вы будете зарабатывать 10%. Да, это, конечно же, не бесплатно. От вашей чистой прибыли 10% это будет на счет компании. Ясно. А другие варианты есть? Есть, конечно же, варианты уже работы с аналитиком. И работа так же, как и пассивный доход, так и работа с аналитиком одновременно. В среднем получает 25-30%. Сдается мне, что мы разный смысл вкладываем в фразу получения пассивного дохода. То есть, вы все равно говорите о том, что будет какой-то трейдинг, какая-то торговля. То есть, то, что мне, в общем-то, не нужно. Я хотел бы просто купить акции российских компаний на длительный срок и получать дивиденды с них. Вот, собственно, и все. Вот, что я имел в виду под словом. Да, есть такая возможность. То есть, вы инвестируете это долгосрочной инвестициям, и вы будете зарабатывать уже именно на, скажем так, на этих процентах. Выдя раз в квартал получать их, раз в год, или как вы уже себе настроите вместе с аналитиком. Это так же необходимо на это время. То есть, все настроить. Первое, вот, да, действительно, если брать именно пассивный доход... А что настраивать, Александр, надо там? Сейчас вот я к этому иду. Вот два вида пассивного дохода. Первое, это когда вместо вас будет торговая операция, делать, ну, робот. Мы опять к торговле возвращаемся, Александр. Ну, вы же ничего же не делаете, просто ваши деньги используются для того, чтобы открывать, закрывать сделки самые нерисковые, которые приносят минимальную прибыль. Но это все автоматически. Вы ничего не делаете. Я еще раз, чтобы вы не тратили время и энергию, ну, вот, я еще раз говорю, этот вариант меня не интересует. Меня интересует то, о чем я уже сказал. Поэтому, если вы другой вариант... Да, другой вариант. Вы покупаете акции. Так, вот, уже нормально, уже интересно. Вы покупаете акции. Да. Мы подбираем для вас специальный портфель вместе с аналитиком. И вы также ничего не делаете. У вас просто будет финансовый план. Когда вы будете выводить деньги, когда желаете выводить, какие суммы и так дальше. Ну, уже более-менее ближе к телу. Но, опять же, зачем мне аналитик-то тогда для этого? Нет, для того, чтобы подобрать правильный пакет, правильно? Вы же не понимаете, обычный топ-10 акций, да, компаний самостоятельно, не купите акции, ну, и не будете ждать. Почему? Что мне мешает это сделать? Ну, вы же ориентируетесь на какую-то прибыль, правильно? Да. Вот, и для того, чтобы мы дошли до этой цифры, необходимо подобрать те компании, которые принесут вам данную прибыль. Ну, ясно. Хорошо, хорошо. Делаем, например, пакет на полгода. Или, ну, на любую дату, которая на любое время, сколько вам необходимо для того, чтобы разобраться. И получаете свои дивиденды. Звучит неплохо. Отлично. Возможно, вы желаете ознакомиться с нашей платформой, чтобы я вас перевел на специалиста. Александр, для чего мне платформа? Который, да. Да. Какая там у вас платформа? МТ4, МТ5? Ну, вот видите, а вы говорите, опыта у вас нет. А я не говорю, что... А это платформа для трейдинга, они нам не нужны. А, ну вот, я поэтому и уточнил. А какая платформа у вас? Ну, вы захотите просто закупить и спасибо. Да, вот именно на нашем сайте. Да, закупить я именно и хотел. Еще раз говорю, какая, как у вас платформа называется? Или просто она там на вашем сайте, некий набор кнопочек? Так, это, ну, платформа на нашем сайте? Так. Это, Метатрейдер, вы, это не то. Так, это платформа для трейдинга. Хорошо, а ваша как называется платформа? Ну, а наша платформа называется так же, как сайт. А как сайт? Сайт Спайт Капитал. А, вот как. Ну, понятно, понятно. Все, 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 я понял, Александр. А я могу задать вам несколько вопросов уточняющих? Конечно. Буду признателен, если получу краткие и четкие ответы. И если вы не будете переспрашивать, что мне это даст и зачем мне это надо, и как это поможет заработать. Сможете так сделать? Ну, в силу своих возможностей постараюсь. Ну, что ж, попробуем. Итак, компания называется South Spice Capital. Юрисдикции какой? То есть, где она зарегистрирована? Лицензия? Про лицензию я ни слова не спросил. Где она зарегистрирована? Регистрация у нее где? Так, давайте так, чтобы вам не соврать, я буквально сейчас передаю запрос в профильный отдел, чтобы предоставить вам полностью лицензию и юридический адрес. Мне лицензия не нужна. Я спросил у вас про адрес регистрации, что, казалось бы, проще. То есть, вы этого не знаете, что ли? Да, Александр, микрофончик отключил. Уточнил, это Винсент и Грин-1. Еще раз. Винсент и Грин-1. То есть, офшорная зона, да? Которая предоставляет регуляцию. Ух, ух, ух. Я разве это спросил? Вас именно регуляция интересует, возможно? Вот повторите мой вопрос. Или офиса, или офис, подскажите. Александр, ну вы специально это делаете, или вы правда не поняли, о чем я спрашиваю? Я спросил адрес регистрации компании. Как это можно понять, как иначе? Я вот вообще не понимаю, как Вадим уже встал. Так, вам только что сказал. Итак, адрес регистрации, то есть, меня интересует. Кто вас еще интересует? Да, адрес регистрации пока только это. То есть, страна, город, улица, дом. Вот что меня интересует. Адрес. Вот так это. Индекс не спрашиваю, ладно. Страна, город, улица, дом. Так, давайте я сейчас вам сброшу всю информацию. Не надо сбрасывать. Вы там все посмотрите. Назовите. Ну что, казалось бы, проще? Вы адрес знаете своей компании или нет? Владимир, а вы знаете адрес компании, где вы работаете, как она зарегистрирована? Конечно. Поэтому, чтобы не соврать, тем более наш разговор с вами записывается. Ладно, хорошо. Давайте-ка зайдем с другой стороны. Я узнаю информацию. Хорошо, подождите-ка. То есть, вы юридический адрес не знаете, но вот адрес офиса, в котором вы находитесь, вы знаете? А вы что думаете, что мы работаем в офисах? В офисах. Ну, вот в офисах-то, наверное, вы не работаете. Работа везде происходит удаленно. Так, то есть, вы сидите дома у себя, да? Фактически, да. Да? А голоса за спиной, это что это? Мама или жена там разговаривает по параллельному телефону? Слышно же, что вы в колл-сенсе. Ну, зачем вы это делаете, Александр? Ну, как вот дальше продолжать беседу, а? Я же спросил, простые вопросы задал. Это, Владимир, это музыка. Ну, ладно, пусть это музыка. Это музыка, но у меня же должна быть какая-то музыка, правильно? Конечно. У вас должно быть все, что вы только захотите. И это будет, когда вы на это заработаете. Вопрос простой. В России есть представительство вашей компании? Ну, в России нету. Все позакрывали. Офиса позакрывали, да, я понимаю. Офиса позакрывали, да, беда. Ну, тогда не о чем нам дальше говорить, собственно. Поэтому, если офиса позакрывали, я же не буду договор заключать у вас дома. Без офисов-то мы никак. Так, договор, смотрите, для того, чтобы заключить договор, во-первых, на каком основании? В смысле, на каком основании? Ну, мы же договариваемся. Я становлюсь клиентом вашей компании, вы становитесь тем, там, компанией, которая оказывает услуги. Или вы без договоров работаете? Без договоров работаете, что ли? В офисах-то? А, офисов нет и договоров нет. Вот, все, понял я, да. Так договор вы также подписываете электронный? Ну, понял, понял, понял. Вы сейчас такое ощущение, что вы находитесь в каком-то 20 веке, и вам нужно покупать акции, нужно их держать на руках, правильно? Ну, зачем? Это не так сейчас работает. Нет, на руках мне их не нужно держать. А, кстати, да, а как сейчас это работает, расскажите-ка. Как это сейчас работает? Смотрите, вывод, сейчас все находится в электронном варианте. Для начала, так как вы, я понимаю, что вы без опыта, то есть вы можете не покупать акции, есть данный способ, это FFD-контракты. CVD-контракты, может, слышали. Александр, да, ну вот это вообще, вот это было здорово. CVD-контракты вы вместо акций не пытаетесь в туличках, да? Это контракты на разницу в цене. Я знаю, что такое CVD-контракты. Я же не сказал, что у меня знаний нет, я сказал, что у меня опыта нет. А это разные вещи. Поэтому CVD-контракты, это даже вообще внебюджетный инструмент. Он даже на биржу не выходит. То есть это даже на биржах не торгуются. Забудь о CVD-контрактах, как о страшном снеге. Прошу прощения, прошу прощения. Я вижу, вы где-то что-то слышали. У вас достаточно знаний, чтобы об этом рассказывать, но недостаточно, чтобы зарабатывать. Да, так и есть. Ну как же они поступают, а не на биржу? На какой бирже торгуются CVD-контракты? Боже, давайте сейчас мы продолжим с вами разговор. Параллельно давайте с вами зайдите буквально в Google, в Яндекс. И прочитайте информацию, чтобы мы дальше ввели с вами корректный разговор. Ладно, Александр. Я согласен, что я ничего не знаю, потому что я не являюсь финансовым экспертом и специалистом. Просто я вам говорю, что CVD-контракты меня не интересуют. Только акции, только фондовый рынок. Это вам понятно? Только акции, а только фондовый рынок. Хорошо. Тогда с какой суммы вы хотели бы начинать? Подождите, акции, мы еще сначала не выяснили, где вы зарегистрированы. Адрес-то вы так и не назвали. И тем более вы говорите, представительств нет в России, да? Офисов-то нет, закрыты офиса все. Смотрите, смотрите. Секунду, стойте раз. Дело не в офисе, а дело в регуляции. Нет, это для вас дело в регуляции. Меня ваша регуляция совершенно не интересует. Это раз. Во-вторых, сколько я еще буду слушать это слово «смотрите», я не знаю. Поэтому если вы там показываете что-то, то показывайте. А если вы говорите по телефону и говорите «смотрите», мне некуда смотреть. Мы же по телефону... Давайте я буду говорить «слушайте», не вопрос. Было бы здорово. Вот все, да, заметано, договорили. Слушайте, для того, чтобы вы понимали о представительстве. Для вас гарант безопасности – это место нахождения компании, правильно? Не гарант, а гарантия. Что вы там со склонениями-то отставите? С окончаниями-то путаетесь. И с родом. Гарант – это мужик, а гарантия – это женщина. Хорошо, пусть будет гарантия. А вы вообще сейчас где находитесь? В каком городе? Я в Москве. В Москве? Угу. И вот эта вот музыка в виде женского... Вам адрес называется? Женский разговор – это у вас музыка такая, да? Сзади там лепечет девушка. Да нет, это электронная музыка. Ясно, ясно, ясно. У меня подборка. Ну, это нет женских голосов. Хорошо, я сейчас прислушаюсь, я даже вам скажу, что она там говорит. Хотите? Давайте. Нате. Ладно, то есть вы находитесь в Москве дома, да? То есть дома, там в своей съемной квартире, и из дома названиваете по телефону и представляетесь представителем отдела качества компании South Spade Capital. Так это все на самом деле, да, вот выглядит? Вы же представляете? Да, совершенно верно. Ну что ж, то есть вы из дома сидите там в труханах своих, там, ковыряете в носу, слушаете электронную музыку в виде женского рэпа и пытаетесь мне сказать, что CFD-контракты – это такой же биржевой инструмент, как и акции и облигации, да? Нет, ну вот ни в коем случае. Смотрите, я в двух словах объясню. Вы же обещали говорить, что вы будете говорить «послушайте» вместо «смотрите». Что ж вы неизвестите? Послушайте, послушайте. Угу, готов. Послушайте, Владимир. В двух словах. Я из отдела контроля качества, как вы могли заметить, я… Контроль качества чего? Что убить? Контроль качества чего? Вот качество чего вы контролируете? Качество нашей компании. Придоровать тех услуг, которые мы предоставляем. Ну вот поставьте просьбу. Вы не приступили к работе. Ага. Потому что я не работал. Я звонил для того, чтобы узнать. Ага. Вот, то есть наш специалист не смог с вами связаться, не сделал свою работу так же. Ага. Я в двух словах хотел узнать. Возможно, вы нашли для себя другой, альтернативный вариант, например, и уже там работаете. А, не, не, этого не произошло еще. Вот моя работа. Да, возможно, вы просто приступили к работе с другими людьми и не вам предоставили некие условия. Угу. Я хотел бы узнать эти условия. Возможно, бы наша компания сумела предоставить условия получше. Ну, теперь мы поняли, что это очень-очень вряд ли. Вот, с другой стороны, вот это заключалась моя работа. Ага. Что касательно офиса, я думаю, у вас есть даже киви кошелек? Нет, нет, нету. А вы знаете, как его создать? Я знаю. Ну, то есть вы же не идете в офис, правильно? Все в электронном виде. Ну, я вам и говорю, поэтому у меня и нет киви кошелька, что нет у них офисов. Вот вам и ответ. Хорошо. Да, хорошо. Давайте еще Тинькофф Банк вспомним. Давайте. Это лучше, чем киви зайдет. Вот как аргументация, Тинькофф Банк лучше. Ну, потому что у них тоже офисов. Офисов у них тоже нет. Нет, нет, нет. Но видите, вы пытаетесь... По телефону прям смотрю и вижу. Мне понравилось, Владимир. Так, хорошо, Владимир. В таком случае, желаю вам хорошего дня. И всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok